Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тут художник, который может видеть каждого. Сегодня с утра чемпионом по инфантильной дурковатости стал Нацбанк. Они запретили обменкам выставлять внешне на рекламе курс валют. Дескать, это, по их мнению, стало причиной раскручивающейся инфляции. Знаете, когда кто-то свалял дурака, а потом тщательно пытается свою вину одеть на голову кому-то другому, это выглядит всегда по-идиотски. Смотрите, наш Нацбанк доблестно держал курс фиксированно очень долго. Несмотря на то, что в стране война, огромные экономические потери, они зафиксировали курс. Они сами обвалили бизнес огромному количеству людей, потому что те были вынуждены продавать свою выручку по этому курсу, фиксированному Нацбанкой, а покупать для ведения бизнеса потом доллары по рыночному. То есть это обнулило бизнес-возможности кучи людей. Так сегодня они вдруг вместо того, ведь вина их в чем, вместо того, чтобы потихонечку менять курс в сторону увеличения, они рубанули шашкой в один день, обвалили курс на четверть. И теперь говорят, что виноваты в этом обменке, которые выставляют вот курс. И люди, когда видят курс в обменниках, это так влияет на панические настроения. То есть не глупость наших чиновников, оказывается, а ежедневная кропотливая работа по обмену валют в обменках, это, по их мнению, является причиной инфляции. Ребят, вы меня простите, пожалуйста, но мы же проходили с вами даже гиперинфляцию. Мы помним 90-е, мы помним, что вообще были намного большие скачки. У нас люди настолько хорошо помнят, как быстро теряла национальная валюта в цене, и никто, никто не перекладывал вину государства и нацбанка на обменки. Но это же дурка. Ну, согласитесь, надо быть просто инфантильными болванами, чтобы объявить виноватым в таком резком обвале курса обменки. Да вы имеете все инструменты, чтобы вернуть курс в любое пристойное русло. Если вы выступите с интервенцией валютной, если вы выбросите кучу валюты на продажу, то вы вернете курс назад, и обменки будут лучшим свидетельством. Опять-таки, по вашей логике, они будут лучшими рекламистами того, как вы справились с инфляцией. Но нежелание признавать собственную глупость, неумение нести ответственность. Ребят, особенно во время войны. Я вот сейчас не буду там особо бросать камни в сторону того, что, ребят, у нас же и в остальных-то областях, собственно говоря, при подготовке к войне, при построении дорог было то же самое. Желание переложить свою вину на кого-то другого, оно стало системой работы нашей власти. В принципе, и раньше очень часто власть пыталась свои глупости одеть на голову кому-то другому. Но такого идиотизма не было в нашей истории. Но я вообще не понимаю, как Нацбанк может запретить людям демонстрировать. Вот у нас же есть конституция, у нас же есть какие-то рамки, у нас военное положение не отменяет здравый смысл. Почему Нацбанк решил сделать максимальное неудобство для собственных граждан? Когда человек едет на общественном транспорте или на личном автотранспорте, проезжает и видит курс, который его устраивает, он останавливается, выходит и меняет. То есть теперь человеку надо либо знать телефон, адрес или сайт этой обменки, чтобы туда зайти, лично как-то переписываться. Самое главное, что людям, кому надо покупать и продавать, они обязательно самоорганизуются, обязательно появятся черные пункты обмена валютой, где будет какой-то усредненный курс, который вообще не будет фиксироваться. Люди будут знать, куда прийти, где однозначно курс приятный, понятный и им нужный. И таким образом государство исключит определенную часть валютных операций из поля налогообложения. Ничем другим это кончиться не может. Глупость всегда наказуема. Причем наказуема, она всегда материальна. То есть недополучение денег в бюджет гарантированно будет являться результатом идиотского распоряжения. Свою вину Нацбанк пытается переложить на обменки. Мне даже интересно, вот есть ли в стране люди вообще, ну какие-то же идиоты в стране должны быть, ну в стране должно быть дурачье, которое поверит в то, что обменки виноваты вот в этих неудобных Нацбанку изменениях курса. Мне интересно, сколько людей там полпроцента, четверть процента, одна сотая процента, вот посмотрят на это дуркование и скажут, да, Нацбанк молодец. Вот кто считает это мудрым? Потому что если посмотреть в сетях, если посмотреть комментарии всех, ну у нас все комментирующие, вот повально все считают придурками инициаторов этой глупости. Мало того, что это нам неудобно, это антиконституционно и противоздравосмысленно. Ну если есть такое слово. Поэтому я развожу руками и понимаю, что вот если какую-то глупость еще не сделали наши чиновники, то они воспользовавшись войной и бедой обязательно эту глупость сделают. Почему-то вместо того, чтобы война прекращала дуркование, она это дуркование у них обостряет. Слов у меня нет. У меня одни, простите, матюки, но матюкаться не буду. Поэтому, друзья, я уверен, что вы разделяете мои эмоции по этому поводу. Потому что в любой мелочи можно найти возможность, будучи чиновником, навредить государству и людям. И они всегда, вот виртуозно, всегда пользуются любой возможностью вот что-то шизанутое воплотить в жизнь. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйтесь среди ваших знакомых по соцсетям. И несмотря ни на какое дуркование наших чиновников, несмотря ни на какие их правтыки и глупости, все равно мы победим. Все равно Украина в этой войне выйдет победителем. Потому что с нами весь мир, нам действительно помогают европейцы. Сегодня я говорил с одним нашим политиком, который находится за пределами Украины в Европе. Он рассказал мне о том, что настроения в Европе очень сильно сейчас качнулись в сторону предоставления Украине все-таки возможности вступить в Евросоюз не через 10-15 лет, а буквально ускорить это до год-полтора. Очень бы хотелось, чтобы это воплотилось в жизнь. И вступление в Евросоюз, друзья, имеет один обалденный плюс. То есть вступают в действие все правила Евросоюза. То есть это очень сильно сужает диапазон глупости и дуркования чиновников. Потому что тогда придется жить по законам Евросоюза. Это означает жесткое пресечение чиновничьего беспредела. Это то, что внушает в оптимизм. Потому что достало уже вот здесь вот это вот дуркование чинуш по любому поводу. Я уверен, что победа обязательно будет за нами. Потому что каждый из нас сделает для этого все, что от него зависит. И за каждым из нас не сожалеет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok